К началу учебного года по всей стране прошли благотворительные инсталляции против абортов. Акцию «Они могли бы пойти в школу» поддержали в 39 городах России, где на публичных площадях выставили детскую обувь. Таким необычным способом активисты движения «За жизнь» попытались визуализировать сухую статистику абортов, совершаемых по всей стране. В столичном парке «Сокольники» побывала наша съемочная группа «Репортаж Екатерины Ходосевич». Символичный первый звонок прозвучал для тех детей, которые так и не смогли пойти в школу 1 сентября. Несмотря на то, что внимание общества к проблеме роста числа абортов в стране неуклонно возрастает в последние годы, статистика по-прежнему пугающая. Ежедневно мы теряем ученический состав двух-трех крупных школ и около 700 школ в год. За решение данной проблемы уже много лет борется движение «За жизнь». Помимо того, что мы говорим о том, что аборт – это плохо, мы еще оказываем реальную помощь тем, женщинам, которые в ней нуждаются. Мы всегда подтверждаем наши слова реальными конкретными действиями. В рамках программы «Спаси жизнь» только за последние, с начала 2015 года, более чем за 2,5 года работы, спасено 7163 жизни ребеночка. Это работа наших специалистов, 140 специалистов в 86 городах России. В столичном парке «Сокольники» выставили около 1700 пар обуви. Именно столько, согласно официальной статистике, совершается абортов по всей стране каждые сутки. Акция «Они могли бы пойти в школу» не только просветительская, но и благотворительная. Любой желающий мог заранее принести детскую обувь в пункты приема. Сразу после акции часть собранных пар унесли домой подопечные организации – многодетные, малоимущие семьи. Остальная обувь будет передана в регионы. Потому что во многих городах нашей необъятной Родины ситуация просто фотострофическая, особенно в глубинке в Российской. Там порой просто детям нечего носить, они сидят дома и не могут пойти даже в школу. Наверное, не хватает более серьезных мер социальной поддержки именно в регионах. Потому что если взять Москву, то здесь, конечно, мер поддержки хорошие, а в регионах ее зачастую не хватает. Причем и сам президент страны недавно буквально сказал, чтобы чиновники не жадничали в этом направлении, что не стоит жалеть средств, решая демографическую в том числе проблему. Всего же по всей стране инициативу поддержало свыше трех тысяч добровольцев. К всероссийской акции присоединились Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск и другие города России. Но, к сожалению, текущих усилий власти и благотворительных организаций явно недостаточно. За 2016 год было сделано порядка 650 тысяч прерываний беременности. А это больше, чем население Владивостока. Если вы решаете сделать вот это зло, то все равно свой крест вы этим не сбросите. Он все равно, так сказать, настигнет вас. Но только вы лишите себя удовольствия, возможности лицезреть своего будущего ребенка, радости и счастья. Пусть я хоть и голосовно об этом говорю, но это действительно так. По статистике, основной причиной прерывания беременности являются материальные сложности. Благодаря работе общественного движения «За жизнь» удается не только оказывать комплексную психологическую, юридическую помощь, но и привлечь внимание общества и государства, которые, по мнению организаторов, имеют достаточный ресурс, чтобы помочь таким семьям преодолеть сложности и сохранить ребенка. Продолжение следует...